Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Алексей Колчин и сегодня мы поговорим о радианной мере угла и угловой скорости вращения. Когда я учился в школе, у меня вызвало глубочайшее недоумение введение этой самой радианной меры угла. Потому что до этого все было понятно. Полный угол делился на 360 частей равных. Эта часть называлась крадус. Ну кстати, почему не на 100, это тоже отдельный вопрос. А потом почему-то надо было делить его на 2π частей, а π это вообще число иррациональное. Какой же в этом смысл глубокий, думал я тогда. Ну и вот с этим мы с вами и будем разбираться и понимать, почему же все-таки эта вещь полезная и нам пригождается. Начнем с определений. Пусть нам дана окружность радиуса r и естественно все отрезки мерить этим радиусом, в том числе и длину окружности. Но мы знаем, что длина окружности это 2πr, стало быть, в ней помещается, вдоль нее помещается 2πr. И мы рассмотрим вот такой сектор, у которого длина дуги тоже равна радиусу. И по определению угол, который стягивается такой дугой, это и есть 1 радиан. Ну и понятно, что длина окружности в 2π раз больше. Стало быть, полный угол это 2πр. И хочется подчеркнуть, что определение радиана не зависит от радиуса окружности. Если увеличить радиус, то пропорционально увеличится и длина дуги. Так что стягиваемый угол останется тем же самым. Ну и теперь, зная, что один оборот это 360 градусов, а с другой стороны это 2πр, мы можем легко пересчитать радианы в градусы. 360 делим на 2π, получаем 57,3 градуса, как об этом уже было сказано. Ну и также можем радиан выразить и через обороты, что, наверное, полезны для механики. Один радиан это единица на 2π оборота, ну примерно 16 сотых оборота. Но все-таки, в чем же польза радианной меры измерения углов? Первая и самая главная польза состоит в том, что для длины дуги мы получаем очень простую формулу. Длина дуги в окружности с радиусом r равна r умножить на альфа. А для единичной окружности с радиусом, равным единице, длина дуги просто численно равна углу альфа, выраженному в радианах. Ну а где же мы используем единичную окружность? Конечно же в тригонометрии. И сейчас мы к ней и перейдем. Давайте рассмотрим такую функцию как синус. Синус – это отношение противолежащего катета к гипотенузе, а в единичной окружности гипотенуза равна единице, и поэтому синус равен длине вертикального катета. А теперь будем считать угол альфа малым. В этом случае вертикальный катет мало отличается от соответствующей дуги окружности. Но длина дуги, выраженная в радианах, равна альфа, и поэтому синус альфа для малых углов мало отличается от альфа. И вот мы получили формулу для малых углов синус альфа приближенно равен альфа, которая часто используется в вычислениях. Ну и если мы даже возьмем такой совсем немалый угол в 30 градусов, то с одной стороны точное значение синуса 30 градусов это 0,5, а если мы подставим вместо 30 градусов пи на 6 и воспользуемся нашей приближенной формулой, то получим 0,52. И ошибка составляет меньше 5 процентов. Ну для 15 градусов ошибка будет порядка 1 процента. И в этом месте мы заканчиваем с тригонометрией и переходим к механике. А в механике мы имеем дело не только с поступательным, но и с вращательным движением тела. И это движение характеризуется прежде всего конечно частотой вращения, которую техники предпочитают выражать в оборотах в минуту, а физики в оборотах в секунду. Но помимо частоты вращения нас часто интересует скорость отдельных точек вращающегося тела. А эта скорость зависит не только от частоты, но и от расстояния точки до оси вращения. И нам нужна формула, которая выражает скорость точки через частоту и радиус вращения. Пусть у нас точка равномерно вращается по окружности с радиусом r. Ну и за какое-то время t проходит расстояние s вдоль дуги окружности. Ну тогда мы можем найти скорость просто поделив распроеденное расстояние на время. Но мы знаем, что длина дуги выражается через угол поворота альфа. Длина дуги равна альфа r. И вот мы сюда подставляем вместо s альфа r. И обратите внимание, у нас появилась такая величина альфа делить на t. А это есть скорость изменения угла или угловая скорость вращения, которая обозначается буквой омега. Для нас получилась очень простая формула для линейной скорости точек тела вращающегося. v равняется омега r. Ну и теперь осталось связать угловую скорость вращения с частотой. Ну эта связь тоже очень простая. Если точка делает один оборот, то угол в радианах, на которые она поворачивается, равен 2π. Поэтому угловая скорость в 2π раз больше, чем частота вращения. Омега равна 2π. Ну и помимо частоты мы можем выражать все через период вращения. Это величины взаимно обратные. Чем больше частота вращения, тем меньше период. Поэтому период у нас стоит в знаменателе. Омега равняется 2π делить на t. А теперь давайте сделаем небольшой расчет. Вы видите диск, на котором наклеена радиальная полоска. Диск сейчас неподвижен. Полоска, разумеется, тоже. Ну вот давайте я увеличу напряжение. Диск придет во вращение. И вот при некотором напряжении вы видите снова почти неподвижную полоску. А происходит это потому, что камера снимает 24 кадра в секунду и за счет стробоскопического эффекта, о котором у нас, кстати, есть отдельный фильм, происходит вот это вот явление. Потому что диск сейчас делает тоже 24 оборота в секунду. Ну почти. У нас мотор не совсем стабилизирован. Ну а теперь давайте перейдем собственно к расчетам. Диск делает 24 оборота в секунду. Его угловая скорость в 2π раз больше и составляет примерно 150 радианов в секунду. Радиус диска равен 7 сантиметрам или 0,07 метра. Значит скорость точки на краю диска равна 150 умножить на 0,07. Это будет чуть больше 10 метров в секунду. Кстати, а почему изображение полоски получается таким странным? Об этом вы можете написать в комментариях к этому ролику на ютубе.